приветствую друзья мы возвращаемся в dragon age inquisition в прошлой в прошлой серии в конце я раздал задания сейчас уже конечно же все они были выполнены давайте начнем с того что раздадим новые задания но это логично ну и собственно примем награду за выполнение уже выполненных за выполнение уже выполнена отлично звучит действительно так ферал дэн все задания у нас были ферал дэне смотрим выполнен вот это было долгое задание добыча денег получено золото 120 не впечатлен ферал дэнский капитанский длинный меч ну почему бы нет кстати а вот интересно зависимости от того кто выполнял задание меняется ли что-либо забота аристократов блин это задание было короче а денег за него мы получили больше замечательно так сюда пока рановато добыча денег доступна а я понял я понял в чем прикол можно просто отправлять их туда постоянно потому что это добыча денег так ну это завершено уже странно что нависит я думаю что ну кто еще будет раскручено просто давайте в таком случае на добычу денег мы отправим в этот раз лилиану посмотрим может быть что-то поменяется из от того что я отправил туда лилиану остальные задания нам пока недоступны давайте я покажу специфики инквизиции так можно развивать по направлению войск тайну тяжелая солдатская тренировка доработка внимания под любого ума связи особенно дипломатические тонкости и улучшение слаженности и инфраструктуры наверное что в тайнах у нас оптимальный раскрой орлиный глаз лилиана собственно кстати искусственные руки так углубленные следы так искусственные руки обучение хорошие инструменты и опыт работы с мастерскими отмычками помогает открывать самые хитроумные запор и позволяет всем за разбойникам в отряде открывать замки шедевр это хорошо это мы пойдем значит прежде всего на это потому что открывать замки шедевры это очень привлекательно это очень привлекательно этим и займемся так ну что ж здесь у нас получается на текущий момент секс посмотрим что за фирал дэнский капитанский длинный меч и русский капитанский длинный меч неплох неплохо но только для война что в общем-то логично причем это для война со щитом потому что это одно оружие так здесь на данном ярусе если меня память не изменит мы уже все осмотрели дать посмотрим что у нас тут заблудшие души солдаты инквизицы пропали в топе южного фиралда на которую которых нет на карте требуется влияние h8 так что пока рановато убежище улучшите убежище поговорите с кузнецом с интендантом не понял я поговорил уже с интендантом в чем проблема я уже разговаривал с интенданта простите ну давайте попробуем не что-нибудь разузнать чем ты занимаешься но она интендант боже мой чем она может еще заниматься как вы оказались здесь госпожа интендант но об этом я тоже с ней говорил я не понимаю почему почему у меня это задание не считается выполненным так убежище улучшите убежище поговорить с интендантом трэн сада стоп секундочку я перепутал на самом деле у меня поговорить и с кузнецом только активно сейчас то есть я что-ка кузнецом не говорит так передача записи найдите сайт записи тает жена интересно заявки на оружие тоже интересно давайте посмотрим что за передача записей передача записи где-то здесь аптекарь сказал что господин конклава работал но мы значит пойдем туда но сначала к кузнецу кузнеца я найду и так полагаю нужно просто осматривать город так и будем активно пользоваться эхо локации эхо локации будем очень активно пользоваться так вот тут домики стоп раз есть домик значит нужно в него обязательно войти войти хорошенько осмотреться таком вот ты доступен для разговора нет это просто они разговаривают и мне об этом только что сообщили ну показали мне это солдатня солдатня сика так нет еще не все смотрел я осмотрел тут еще не все так следующий дом то подождите это же те самые дома это ж черт возьми те самые дома в которых я уже был я шачнулся в этом доме ну да точно я очнулся в этом доме давайте осмотрим их вокруг эти домики так эхо локация пока стопы эхо локации не работает сквозь стены что в общем то довольно таки логично на самом деле так еще корешок отличненько ух ты сундучок 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 его тоже обязательно облутаем и сохраним все взять добычу крепкая шляпа искателя приключений замечательно совершенно замечательно так а вот то что касается здесь а ты отсюда и выбежал окей тогда побежали сюда о стоп торговец segret очень приятно спасибо за все что сделали например вот и сингал биду прожили цена и конечно всегда по разумной цены всегда работает именно так только по разумной цене разузнаем что нибудь почему ты остался торговц торговец которым некуда так как настроение в народе слухи обо мне ходят слухи ходят хочу кое-что купить давайте ну не знаю я наверно пока не буду ничего покупать потому что у меня точнее даже продавать не продавать не покупать о вот такое да интерфейс хорошо то есть можно сразу подходить наверно видимо к столу будет и все так это то что у него можно купить броня аксессуары детали прицельное приспособление уровень предметом кто-то интересно крепкая рукоять для бьянки плечи бьянки обратите внимание между прочим так 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 надо на самом деле это надо купить вот это реально надо купить купим потому что я собираюсь ходить с вариком так 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 по о о о о прицел бьянки плечи а а можно не понял сейчас лан потом разберемся потом разберемся прицельного приспособления бьянки уровень так а чё надо интересно материал атака металл 4 давайте купим разберемся потом в конце концов любом случае интересно рецепты прочего купить ну все продавать я пока ничего не стану просто потому что ну вот я соберу пати как бы будет видно а чё мне там нужно чё у меня там есть и так далее и тому подобное сундучок отлично здравствуй сундучок думаю что с высокой долей вероятности эта серия тоже может оказаться довольно таки мирные ребята но потому что обширный обширный достаточно обширный лагерь но вы же понимаете нужно принять я должен его черта не весь осмотреть весь просто полностью должен у вас смотрите оникс драконий камень сухостебель отлично открыта запись сухостебель это все для кодекса это все для кодекса для тех кто любит почитать вникнуть в лор я с вашего позволения не буду тратить на это время может быть только очень очень-очень резидко потому что не хочется не хочется затягивать так где-то я тут что-то заметил вот прочтем и сохранимся и сохранимся я сказал открыта запись постройка так ну давайте все-таки где-то здесь что то есть а вот это что ли ты это мне тебя показываю да это мне тебя показывали отличная попробуем в горы пойти по идее здесь это можно ну должно быть можно же в горы пойти можно офигенчик можно в горы пойти идем в гор главное не упасть пошли в горы и упали о локацию что-то показал железо отличненько отлично железо причем сразу три железа ты ожил еще жила же у нас сейчас железом разживемся а потом можно будет потом можно будет крафтить наверное с этого железа чего-нибудь и может быть даже продавать интересно насколько здесь вот в этом плане экономическая модель проработана можно ли будет действительно что-то заработать при помощи крафтинга ну что-то я имею ввиду конечно что-то заметно заработать понятно что можно что-то скрафтить продать но продать и заработать это же как говорится две большие разницы мы же понимаем воздухе опа так а я здесь был этот эльфийский корень собирал о чем нам это говорит либо они кстати не уверен что собирал конкретно этот но я сомневаюсь что они спамятся рандомно эльфийские корни из чего мы делаем вывод что как минимум растения респаунятся и это классно растение респаунятся это означает что на самом деле если вы нашли какие-то необъятные поля эльфийских корней то вы в общем то можете себя ими обеспечить и слава богу сохранимся буду очень часто сохраняться потому что я уже говорил игра при великому сожалению очень стабильно так вот здесь вот я помощью их и локации не пробегался а надо бы не пробегал а стоит все понятно здесь ничего нет просто такой тупичок давайте посмотрим теперь вот здесь что у нас начнем отсюда вот отсюда хочу запрыгнуть ящик но видимо не запрыгну да но ничего могу как-нибудь исхитрится нет я не могу никак исхитрится более того я судя по всему застрял нет слава богу не застрял окей интересно я могу как-нибудь разбежаться такой вряд ли могу разбежаться как-то прямо ладно уходим уходим там были ворота открыты через эти ворота и введем так найти записи тейджина а еще поговорить с кузнецом и кузнец у меня там по-моему где-то был отмечен даже а нет это если квест выбрать он будет отмечено так он мне не отмечен значит нужно его искать у солдатня тренируется вот стопы добычей кто-то разговорчивый пиратский сак так а давай с тобой поговорим лизетта кто бы ты ни была так это вас называют вестником да называют против моего желания между прочим рада что вы не загордились я тоже тут такая таких храмовников будет немного а храмовник понятно да чуть разузнаем у нее расскажите меня храмовник уже не торт орден погряз коррупция орден ясно хорошо разузнать понятно она должница разузнает что случилось на конклавик следует очень интересно ее там не было она не знает я думаю что никто уже не знает либо сапожник либо templar интересный выбор так а вы идеалистка мадам мадмузель в общем ты видимо меня будут называть вестником окей так где-то здесь должны быть записи тейджина о каллин собственной персоной давайте поговорим с ним ясно с помощью ягод в идиот висмом юран на борьбе литерант тонн холба и крыть маст пепару роль файта но на практике в ес коммандер ес коммандер виссе нампит а в крюк локус дельцом и пилгриф на мэй нам дед это хорошо Так, я рад, что я здесь, люблю выделяться. Это произошло ненамеренно. Не привыкайте к этому. Неужели так просто можно оставить орден? Так, я верю, что метка нам поможет вокруг хаос. Ты веришь в инквизицию, командир? Это верно сказано, инквизиция может действовать, пока остальные бездействуют. Извините, я верю, что ты пришел сюда для учебника. Нет, но если у вас есть один готов, я бы хотел услышать. Хе-хе-хе, еще раз, может быть. Какой, э-э-э? М-м-м-м, у нас еще много работы вперед. Командарь, сэр Райден у нас есть репорт на нашу добычу. Как я говорил. Один раз не лавстори. Можно разочек. Ничего страшного. Так. Сохранились. Смотрим. О! Сундучочек. Взять добычу. Ну, уже вот в этой вот зоне очень. Кстати, это интересно. Партизанский длинный лук. Он круче моего? У-у-у. Реагентики. Отличненько. Берем, 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 берем. Все, берем. Все, все в семью. Все в семью. Так. И вот куда бы мне теперь ломануться? А, я хочу сначала... Стоп. Что-что-что я заметил? Вон, 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 вон. Что-то там было. Да, вот. Именно это я и заметил. Клинок защит... Зачинщиков он там был. Вот здесь люди... Оп. Где? Вон он. Эльфийский корень. Отлично. Еще что-нибудь? Это просто... Где? А, вон, внизу эльфийский корень. Эльфийский корень. Так. Пробежимся вот только по нижнему ярусу. И осмотримся. Легонечко. О, где-то что-то заметил. А вот где и что? Жаль, на карте не отмечают, блин. Не здесь. Значит, где-то здесь. А вот где? Вон. Как туда попасть? Еще не представляю. Не, реально не представляю. Ладно, рано или поздно, наверное, я туда таки попаду. Рано или поздно. Так. Теперь сюда. О, тут какая-то тропка. А давайте вообще вот сюда, может, сходим, что ли? Ой, нет. Там, наверное, далековато все. Где-то тут что-то сверкало. Вон, корень сверху, да? Давайте посмотрим по карте, куда я таким образом приду. Пока непонятненько. Значит, можно и побегать. Опять наверху корешок. Что там у нас будет под мостом такое, а? Железо. Ну, хоть железо, на самом деле, и на том спасибо. Так, что-то где-то, где-то что-то, что-то где-то тут. О, 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 смотрите, живность. Баран. Офигеть. Реально баран, вы поглядите. Это что-то сверкает, но я не пойму где. Во, эльфийский корень, наконец-то. Хоть что-то нашел. Так. Ну, баран пусть живет, хотя вот его можно было атаковать. Это, кстати, забавно. А вот и... Подождите-ка. Похоже, барану-то все-таки не жить. Я должен проверить. Тут же есть всякие ингредиенты, типа меха. И фью нового таймин. Так, барашек. Что, прям вот так вот, что ли? Хорошо, я его зацелил. Давай. А все, он готов уже. Отличненько. Хороший баранчик. Опа. Лутик. Так, взять добычу. И что мы от него... Что мы имеем с барана? Баранью кожу. Ячейка защиты. Обычная кожа первого уровня. Фига себе. Это интересно, ее можно использовать для чего-то там. Не, я думаю, что ее можно использовать для изготовления, но может быть еще для улучшения какого-нибудь типа брони. Мне кажется, это вполне такой логичный вариантик. Так, ладно. Надо дальше осматриваться, дальше осматриваться. Потому что я еще не везде осмотрелся. Так, сюда вот. Вот эти эльфийские корешки надо подобрать. Потом, потому что сгоняем к алхимику, и алхимик нам сделает усиленное зелье здоровья. Это полезно для любой приключенческой партии. Так. Еще разочек. О! Железо еще. Отлично. Интересно, сколько я тут подберу железо? Просто железо. Единичка. Ну ничего. Ну ничего, ничего. Найдите записи. Надо искать... Вот надо искать записи. О, еще эльфийский корень. Незамеченный мною ранее, между прочим. И еще. Как так-то? Я что-то четко прям пробегал такой и... Эхолотил. Это он уже отреспаунился? Офигеть. Так, ладно. По тропинке. Из желтого кирпича. Наверх. О, это же эти... Как они? Блин, 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 блин. Наги, да, наги. Точно такие забавные. Такие, знаете, свинокролики. Наги, это такие свинокролики. О, железо. Вижу. Ну, по крайней мере, похоже на железо. Сейчас наги уберем прицел. Не хочу на нее нападать. Совершенно не испытываю никакого желания нападать на нагов. Безобидное создание. Так, какие-то ящички. О, похоже у нас тут кузница. Да, 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 да. Похоже у нас тут кузница. И тут совершенно пусто. А жаль. Взять добычу из ящика. О, тут прям какая-то групповая кузница у них. Они занимаются групповым кузнечным делом. Так, а давайте сначала тут осмотримся. Может какие-нибудь неписи есть. А, так я отсюда прибежал. Эти ребята не разговорчивы, значит мне, в общем-то, к кузнице и нужно бежать. О, железо. Я не знаю, мне пока нравится все это лутать. Обычно, нет, обычно меня в какой-то момент, как бы окей, все знают, да, в какой-то момент меня обычно достает лутать всякую лажу. Пока не достало. Так, еще железячка. Ну-ка, давай-ка. Отлично. А вот интересно, а этими... А, это, наверное, наги, вот эти вот голубенькие точечки. Нейтральные, как бы, монстры, условно говоря. Совершенствовать доспехи и изготовить оружие. Тут должен быть это кузнец. Где же кузнец? Вот он. Думаю, что это он. Я Харрид. А кто вы всем и так известны? Как сел новый доспех? Странновато сел. Мир с ума сошел не до моды сейчас. Говорит нам пузнец. Несите материалы, мы изготовим. Разузнаем что-нибудь о нем немножко. Как вы здесь оказались, дорогой? Дорогой ты мой человек, как ты здесь оказался? Был в Рэдклифе во время нападения. Крепость передали магам. Ну, я сел здесь, что ли. Мнительный, скорее. То ли, говорит, я везучий, то ли проклятый. Так, вы снаряжаете войска? Да, ну нет, этим занимается квартирмейстер. Боже мой, это я и так знаю. Да, он и рассказывает про трен. Разузнать. Почему нужны собственные материалы? Что, неужели вас не снабжают? Вот-вот он и спрашивает, да. Маловат торговцев, понятно, понятно, понятно. Фиговая, фиговая ситуация со снабжением. А что вы изготавливаете? Что можно сделать в вашей команде? Паять, все, что хотите. За ваши бабки любую прихоть. Можете усовершенствовать свою экипировку? Ммм. Вы найдете новое письмо, что мы обо всем позаботимся. Приносите, приносите! Приносите, мы сделаем это правильно и правильно. Так, а у вас есть какие-нибудь эскизы, может быть? Полученный эскиз куртка-разведчика. Замечательно. Так, давайте попробуем изготовить куртку-разведчика. Будем надеяться, что у меня в достаточном количестве есть материалы, необходимые для ее изготовления. Так, где у нас изготовить доспехи? Отличненько, отличненько. Куртка-разведчика. Так, давайте. Наж и мех, шкура друффала. То есть они еще и нифига себе, вы понимаете, да? То есть я могу изготовить из разной кожи куртку-разведчика и получится разный эффект в итоге. Круто! Давайте из нажьего меха изготовим, а здесь подобьем шкурой друффала и получим бонус к устойчивости к холоду. А бараньей кожей нельзя подбить. Шкурой друффала подобьем. Так, создать предмет. Ледоходная куртка-разведчика. Прошу любить и жаловать. Мне даже дали какую-то ачивку за это. Абсурд. Ладно, окей. Я изготовил. Что дальше у нас? Изготовил. Замечательно. Убежище. По частям. Усовершенствуйте какие-нибудь доспехи. Передача записи, заявка наружу. Усовершенствуйте какие-нибудь доспехи. Давайте действительно попытаемся усовершенствовать какие-нибудь доспехи. Усовершенствовать доспехи. Вот это делается вот здесь. Так, 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 так. Ледоходная куртка-разведчика, куртка-разведчика. У вас нет улучшений. А вот для ледоходной есть. Средние наручи есть. Наручи, куртки-разведчика, давайте. Подтвердить изменить. Мне просто надо выполнить, да блин, сколько можно этих ачивок мне выдавать. Аж страшно. Окей, это я сделал. Что дальше? Зачем? Зачем я это делал? Мне вот больше интересно. Так, это квест из убежища. Передача записей. Угу, так. И вот этот штормовой берег. Пока тоже не могу. И путь инквизиции. Опасность не миновала. Это основное задание. Отправиться на внутренние земли. Переговорить я с матерью в Жизель. Но я сначала хочу выполнить заявку на оружие и передачу записей. У меня сейчас должен быть активен для этого квеста. Давайте сначала заявку на оружие, наверное, сделаем. Вроде бы с ней все понятно. Так, и куда меня таким образом направляют? Аж вот сюда. Да? Да? Ну ладно. Ну ладно. Ну, прям вот так вот, да, надо бежать? Я был вот там, но я еще не был вот там. Передача записей. Так, подожди. А давайте сначала о передаче записи в таком случае займемся. Оно вроде бы ближе и, соответственно, выполнится таким образом быстрее. Займемся передачей записи. Черт побери. Хотя стопы. Я еще вот там не осмотрелся. Нет, я, конечно, прошу прощения, но я действительно еще вот там не осмотрелся. А это надо сделать. О, так, так, так. Я, конечно, дико извиняюсь. Но тут может быть на обменях. Наж и мех, да. Вот он. Простите, все поклонники наг. Как бы, ну, наж и мех. Ну, вы же понимаете. Ага, видать, не от каждого еще создание невинно убиенного остается что-либо полезное. Либо даже бесполезное. О, ну ага. Где-то что-то сверкануло. Здесь, да? Ну вот где сверкает-то я не понимаю. А, вон. Железная жила. Не всегда, конечно, это так вот очевидно, что там сверкает. Но оно, наверное, и нормально. Я думаю. Так, еще нагу убьем. Наг. Ну что-то хочется как-то... Ну ладно. Они типа мужского рода, но мне почему-то хочется их называть женского. Ну ладно. Не важно. Знаете, это все не важно. Это все брызги. Так, идем дальше. Какая-то горная тропка. Железо. Наги. О, в каком-то мосту. По виду к мосту, по крайней мере. Нага. Аж самому неприятно, честно, что приходится их убивать, но нож и мех. Нож и мех, понимаете? Дорогого стоит. О! Взять добычу. А я смогу ее взять вообще-то? Прикиньте, я не могу ее взять. Приколюха. А что-то там застряло-то как вообще? Ну ладно, забудем о ней тогда. Забудьте о ней. Все, она потеряна. Ну это, наверное, добыча, да, сверкает? Ну конечно. Как-то сюда куда-то убежала нага. Вот она. Маленькая дрянная нага. Ладно, не будем. Пойдемте по мосту, посмотрим, что там дальше. Ежели там, конечно... О, тут что-то есть. Есть какая-то запись. Подождите. Так это тот самый мост. Меня, наверное, сюда и не пустят вовсе. По крайней мере, пока, наверное. Кровавый лотос. Так, взяли. Это тот самый мост, на котором мы начинаем игру. Действительно, тот самый мост. А, здесь и вовсе закрыто. И здесь и вовсе закрыто даже. То есть, в принципе, даже потрогать нельзя. Просто, в принципе, закрыто. Но это очень тонкий намек, да, на то, что у меня здесь не место. В таком случае, действительно, уходим и идем опять по квесту передача записей. Найти записи Тейджина. Тейджина. Где-то в очерченной области. Где-то в очерченной области. Так. Все, готов. Взять добычу. Ну, взять добычу. Ну, что ты? Отлично. Взял добычу. Слушайте, ну, я просто сокращаю популяцию нагов. В конце концов. Ну, в конце концов. Просто сокращаю популяцию. Их слишком много наплодилось. В первом Dragon Age такая же история была. Нужно было отловить нагов. Все нормально. Я действую в соответствии с необходимостью экологической. Так. Слишком близко нужно подходить. Ладно. Более-менее восстановил количество у себя наживого меха. Входим. А кто это, интересно? Кассандра здесь где-то. А где Кассандра? Это вот она? Кассандра, мы с вами не говорили еще Кассандра. Давайте поговорим с ним. Невидимый щит там. В руке. Впечатление. Не, я не буду к ней подкатывать. Все хорошо. У нее внутреннее метание. Тебе пришлось разузнать. Ты не веришь, что изб heart. Я сам не верю. Что будет дальше? Хорош план. Так, тебе пришлось, Кассандра. Понятно, она человек действует, надо это запомнить. Прямолинейная, как я уже говорил. Так, рад слышать. Грубая и прямолинейная такая. Я же гном, помнишь, такой? Ха-ха. Ты спрашиваешь о дворфе? Ты серфис, дворф. Я знаю кого-то, как Варик, кто... Я думаю, это не важно сейчас. Я должен верить, что мы будем ставить на этот путь для причины, даже если вы не. Сейчас просто осталось, чтобы увидеть, куда это ведет нас. Сталось только увидеть, куда это нас приведет. Ну а мы сейчас побежим и куда-нибудь это нас приведет. так, где же найти записи-то, интересно. Тут довольно-таки серьезная, на самом деле. Подождите. Передача записи. Вот, наверное, прям там, что ли, куда показывают? А почему такую большую зону очерчивают? Ну, так или иначе, я пойду туда, собирая вот все эльфийские корешки по пути. Так. Где? 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 Где ты прячешься? Ты где-то прячешься, эльфийский корешок. Ну, где ты спрятался? Мерзкий корешок. О, какой-то домик. Вот он, корешок, вижу. Еще желающие есть. Кого мне в карман попасть? Во, жилы, жилы, жилы. Причем вот я вижу на самом верху еще жила есть. Такая, оп, спряталась, типа. Ишь, хитрая жилка-то маленькая. Железо. Еще железо. И еще железо. Хорошо, что оно ничего не весит. Занимает только один, так, поиск. Когда компас мерцает, нажмите V для поиска. Ну, я и так, блин, постоянно V нажимаю. Что-то в доме, да? У нас реально какая-то эхолокация. Вот здесь. О, рассмотреть. Отнесите записи Адану. А давайте сначала осмотримся. Отнести записи Адану, конечно, дело хорошее. Но нужно и собрать ингредиентики. А вот наверх туда можно залезть? Ууу, я вижу жилы, жилы, жилы. Ну, и сильно наверх, я думаю, нет смысла идти. А вот жилки мы соберем. Так. Теперь вот так. Кстати, а ведь где-то здесь неподалеку квест с лесозаготовкой. Ну, сначала здесь просто осмотримся. Железо. Железо. Много железа, кстати. Судя по тому, сколько я его собираю, железо потребуется очень дофига. Вот прямо вот очень дофига. Собирай. Так, я какой-то лук здесь находил. Он может даже оказаться лучше моего. Так. Ну и знаете что? Наверное, вот в этом самом месте мы с вами завершим данную серию. Наеогромнейшее, друзья мои, вам спасибо за то, что смотрите. Я надеюсь, что вам нравится. Мне пока что очень нравится эта игра. Мне прямо интересно самому в нее играть. Я постараюсь, постараюсь публиковать серии ежедневно. И примерно вот по продолжительности там, не знаю, 35-40 минут. Так что увидимся в следующей серии. Огромное спасибо всем еще раз. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»